А перед началом ролика хочу напомнить, чем больше ты напишешь положительных и крутых комментов, тем больше шанс попасть в следующий ролик в лучший комментарий. Удачи и приятного просмотра! Всем приветик, дорогие друзья! С вами по-прежнему Овер, и мы продолжаем играть в потрясающую игрушку под названием Scrap Mechanic! В общем, ребят, сегодня мы посмотрим с вами на офигенные постройки, которые только я смог найти в мастерской Steam за последнее время. И первая постройка на сегодня, друзья, у нас вот такая вот тыква, но тыква непростая, в названии было написано, что это какой-то тыквенный паровозик, ребят, и это всё дело, по идее, у нас должно как-то ездить и передвигаться. Давайте посмотрим, как мы можем вообще сесть где-то... А, во! Ребят, вот такое вот у нас водительское кресло, прям сверху тыквы, и давайте попробуем поехать. Вау! Едет, в принципе, быстро, но посмотрите, как резко поворачивает наш паровозик. Вот это да, друзья, вот это постройка уже прикольная. Ну-ка, давайте попробуем проехать какие-нибудь горочки. Посмотрите, как ещё это всё светит очень красиво, очень прикольно. Блин, ребят, действительно классная фановая постройка. Ну-ка, давайте. Давайте, по-моему, мы даже никак не застреваем нигде, а мы можем как-нибудь свой хвост догнать. Ну-ка. А-а-а, чуть-чуть, ребят, не хватает, но если, мне кажется, постараться, можно догнать хвост. Ну-ка, вот собаки обычно этим занимаются. О, всё, я догнал, ребят, свой хвостик. Ладно, давайте, вон, прямо есть горочка, попробуем. Блин, реально очень резко поворачивает. Ага, застряли, друзья. Застряли, то есть прям жёстко большие. А-а-а, там снизу, ребят, у нас колёса. Я думал, это всё дело происходит как-то по другой технологии, но что сейчас происходит, ребят? Что вообще мы сделали с этой постройкой? Ладно, давайте сейчас её поставим. Я не знаю, ребят, как это произошло, как она вообще сломалась, но вот надо как-то поаккуратнее проезжать. Ну, слушайте, постройка действительно очень весёлая, фановая такая. А, мы, наверное, на горочке, ребят, просто перевернулись и всё. Понятно, понятно. В общем, друзья, вот такая вот у нас первая прикольная постройка. Напишите в комментах, понравилась она вам или нет. Если честно, мне очень сильно понравилась. Но вы посмотрите на лицо этой тыквы. Оно просто потрясающее, ребят. В общем, пишите в комментах, понравилась или нет. И погнали посмотрим на следующие постройки. А вторая постройка на сегодня, ребят, у нас вот такой вот джип. Посмотрите на его подвеску, ребят. Мне кажется, что этому джипику любые препятствия вообще должны быть нипочём. У него большие колёса, у него офигенная подвеска, да и сам внешний вид этого джипика очень классный. Действительно, ребят, кстати, очень похоже на то, что мы видим примерно с вами в реальной жизни. Четыре сзади сидения, багажничек, запасное колесо. Всё такое офигенное. Давайте сядем. У нас здесь четыре кнопочки, ребят. Блин, какой же офигенный дизайн у этого джипа. Это просто шикарно, ребят. Действительно, просто офигенно. Давайте нажмём на единичку. И что у нас включается? Левый поворотник. На двоечку правый. На тройку включается свет. И на четвёрку ещё один свет. Всё, больше кнопок у нас нет. Давайте попробуем что-нибудь проехать. С первой горочкой, ребят, мы справились с вами на изи, но она была маленькая. Ну, слушайте, едет и управляется нормально эта машина. Она не подскакивает, она не прыгает. Всё, как и должно быть. Горочки, в принципе, проезжает. Ой, не перевернулись. Ну-ка, а мы сможем выехать из этой ямы, из этого оврага? Нет, слишком очень как-то он, этот овраг глубокий. И стенки его прям практически вертикальные. И просто не может забраться наш с вами вот такой вот замечательный джипик. Ага, у нас двери. Ага, не открываются, ребят, у нас двери. По колесу. Вот так тогда и запрыгиваем. Просто не может справиться, друзья. Не хватает то ли мощности, но вообще и в реальной жизни, ребят. Вы видели, чтоб машины проходили такие огромные овраги. Мне кажется, что это очень сложно всё было бы сделать. Но вот какие-то вот такие вот препятствия, я думаю, наша машинка должна спокойно проходить. Да, она просто пролетает эти препятствия, как будто даже не замечая их. А давайте попробуем проехать задом, друзья, и посмотрим, получится у нас это сделать или нет. Да, друзья, задом едет. Отлично, всё. Ну-ка, я думал, что мы сейчас перевернёмся. Но нет, ребят, смотрите. До последнего этот джипик держится на колёсах и никак не хочет переворачиваться. Ну да, друзья, смотрите, вот такие вот препятствия действительно на изи проходятся и прям просто не чувствуются. Мы пролетаем их и спокойно едем дальше. Вот это, друзья, в постройке в этой мне нравится очень жёстко. Но и так как здесь и дизайн, и внешний вид, и управляемость, и проходимость, и скорость на высшем уровне, я просто ставлю большой палец вверх этой постройки, ставлю 5 с плюсом баллов. Ну-ка, давайте попробуем вот там куда-нибудь, ребят. Поехать и потом как-нибудь спрыгнуть вниз. Я не знаю, что у нас из этого получится. Во! И сейчас полетим, ребят. Ну-ка, поехали! О-о-о-о! Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё! Сейчас бы... Ой-ой, на дерево! Ё-моё! На колёса мы приземлились! Что? Офигеть! Ну-ка! И вот здесь уже всё-таки мы перевернулись с вами. Ну, в общем, друзья, вот такой вот у нас джип второй постройки. И я думаю, что такая постройка должна понравиться абсолютно всем, друзья. Опять же, напишите плюсы и минусы этой постройки в комментариях. И погнали посмотрим на следующую постройку. Последняя постройка на сегодня, ребята, у нас вот такая вот гигантская коробка. Я думаю, многие зададутся вопросом. Овер, что же это такое? Ребята, я вам отвечу. Это комната страхов. Я думаю, вы знаете, что это такое. В парках развлечений бывают такие комнаты, куда вы заходите и вас пытаются как-нибудь напугать. Возможно, какими-нибудь скелетами, привидениями, криками, ведьмами и так далее. Давайте посмотрим, что же нам приготовил автор данной постройки. Попробуем зайти как-нибудь внутрь и попробуем попугаться. Ну, или хотя бы посмотрим, что же такого интересного для нас приготовили. Смотрите, сверху, ребят, у нас огромная голова дракона. Какие-то там вот как что-ли привидения или что-то такое. Вон там кресты, ребят, как будто кладбище там что-то передвигается. Очень это всё интересно. Давайте нажмём на эту кнопку. И что у нас происходит? Всё понятно. Опускаются такие штуки, и мы можем зайти. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Огромная решётка. Какая-то фигня, ребят, похожая на призрака белая. Что здесь? У нас, ребят, кресты какие-то. Это вот похоже на могилку такую, знаете, плита такая каменная. Здесь у нас, ребят, вилы. А, это человек с вилами, да? Как я понял, в одной руке у него вилы, в другой руке какой-то фонарик. Он бежит куда-то. Непонятно, ребят, зачем это вообще всё нужно. Так, здесь у нас какие-то окна. Ключик какой-то, друзья. Ну, в общем, как-то так. Давайте нажмём на вот эту кнопку. Посмотрим, что произойдёт. Пока вообще ничего не происходит. Так, что происходит, ребят? А, открываются у нас ворота. Так, отлично. Мы с вами зашли. Воу, вот здесь у нас есть такие вагонетки, в которые мы, ребят, с вами сядем. И нас будут пугать. То есть мы будем ехать, и к нам будут выскакивать различные всякие пугалки. Давайте сядем. Ага, как я понял, для начала нужно вот это сломать, да? Чтобы поехать. Или как? Мы садимся. Нажимаем на единичку. И начинаем ехать, друзья. Всё отлично. Так, давайте посмотрим. Открываются у нас вот так ворота. Это всё как-то, ребят, очень медленно происходит. Я не знаю, но окей, давайте ничего не будем трогать, чтобы ничего лучше не сломать. Так, у нас пока пугалок, ребят, никаких нет. Есть какое-то привидение, вот, как я понял, на стене. Но это пока не очень страшно. Но всё равно прикольно. Кристы, ребят, посмотрите, у нас какие-то здесь висят. Так, прямо какие-то акулы. Ну, слушайте, на самом деле похоже, я согласен. Похоже на комнату для страхов. Такое бывает в реальном мире. Это действительно прикольно. То есть автор красавчик. Я вообще впервые вижу, ребят, в скраб-механике что-то вот такое вот, на такую тематику. До этого я никогда такого не встречал. Так, давайте посмотрим. Вот такие вот акулы на стеночках у нас висят. Ну, и что сейчас будет? О, пошла музыка страшная. И смотрите, акулы начали вот так двигаться. Прикольно, ребят, прикольно. Автор придумал. Дальше у нас следующая комната. Но здесь у нас что висит? Какая-то, ребят, люстра. Ну-ка, что сейчас произойдёт? Мы потихонечку едем. Ага, люстра начинает шататься, типа, ребят, и всё такое. Ну, пока не очень страшно. Это, типа, в общем, ребят, стулья лежат на столе. И, типа, люстра начинает сама шевелиться. И стулья тоже. Как будто их призрак начинает, типа, толкать. Я понял. Автор красавчик. Здесь вот не совсем понятно, ребят, что за картинка. Ну, едем дальше. Я надеюсь, дальше будет интереснее. Но пока всё равно очень прикольно. Единственное, что я бы, вот, сделал побыстрее, как бы, вот эту вагонетку. Но, ребят, если мы, может, как-нибудь побыстрее сделаем, мы можем что-нибудь сломать. Поэтому лучше ничего не будем трогать, а просто вот так будем ехать. Здесь у нас, ребят, какой-то кран стоит. Или что-то такое. Типа лампочки или свечи. И, да, смотрите, лампочка у нас что-то загорелась, по-моему. И здесь какой-то шкаф, ребят. Ну-ка, я думаю, сейчас... Ага! Бу! Вылезла, типа, ребят, какая-то ведьма, какое-то привидение. Что-то типа такого. И, типа, оно нас напугало. Но мы с вами что-то остановились, ребят. Может, как-то вот так вот сделать? О, да, смотрите, сработало. Проезжаем дальше. Здесь у нас, смотрите, голова дракона, друзья. И снизу человечек. Он его съел. Посмотрите, кровь. И просто то ли это куда-то дракон, то ли это какая-то собака просто разгрызла человечка. Вон там, ой-ой-ой, ребят. Рука, голова, тело, нога. Ё-псель-мопсель. Офигенно, ребят. У автора действительно есть воображение и прям креативность. Он молодец. Но вот такие вот кресты, вот это я не совсем понимаю, ребят. Что это такое? Приближаемся мы к следующей пугалке. И что это такое? Ну-ка. А, я понял, ребята. Это у нас человек лежит. Нет, ему отрубили голову. Посмотрите. Просто как будто казнили. Вот у него такая голова, получается, руки. И просто сверху такой вот молоточек упал, нож. И отрезал голову. Ё-моё, друзья, вот это да. Слушайте, ну прикольная комната страхов. Действительно интересная постройка. Есть на что посмотреть. Так, ну у нас дальше ещё что-то есть. Это не всё. О, ноги, друзья. Ноги отрубленные в крови. И ноги с руками. Не просто ноги. Но ещё и руки у нас здесь, ребят, лежат. И лужа крови. Вот такая большая, огромная. Офигеть, ребят. На самом деле прикольная постройка. Вы представляете, сколько времени потребовалось для того, чтобы сделать вот такое вот интересное, офигенное произведение. Что у нас здесь, друзья? Ой, такое ощущение. Знаете что? Как будто это головы на пиках. Как будто палки стоят, и на них нацеливлены головы. Ребят, это мне вот это очень сильно напоминает. Да, и снизу кровь. Потому что, когда отрезали голову в предыдущей комнате, она выглядела примерно вот так. И смотрите, здесь у нас тоже головы на пиках. Офигеть, друзья. Вот это да. Вот это автор красавчик. Ну, здесь у нас какая-то, смотрите, церковь или что-то. Какая-то могила, кресты, и люди туда идут. Всё это на красном фоне тоже изображено. Ну, в общем, ребят, вот так вот интересно. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Я подозреваю, наверное, ребят, что уже конец. Потому что мы как бы круг проехали. Проезжай. Да, друзья, всё, самый конец. А чё, у нас двери-то не открылись. Всё, оп. Давайте. Ааа, ладно, ребят, короче. По старинке. Вот так. Всё. Всё. Мы, получается, с вами посмотрели на вот этот... Я бы назвал это не комната страха, а дом ужасов, ребят. Что-то типа такого. В общем, ребят, напишите в комментах, понравилась вам последняя постройка. Я думаю, что она должна вам была понравиться. Напишите в комментариях, какая из постройок вам понравилась сегодня больше всего. А также, ребят, не забывайте оставлять положительные комментарии. Чем больше вы напишите крутых комментов, тем больше шанс попасть в следующий ролик. Лучший комментарий. А с вами по-прежнему был Овер, я желаю вам всем всего-всего самого наилучшего. Не болейте, ребят, хорошего настроения, успехов и пока-пока.